Идем дальше. Я Артём Семенченко, проживаю в Украине, в Коцехово, в городе Первомайске, мне 20 лет. Про него отдельный фильм снял, снял. Значит, я боялся там сказать лишнего, помните, не было фамилии его, и не открывал я вот этот вот самый, не открывал. Сейчас открою. Вот это, я сказал, я не боюсь. Да, город уже стал, Харьковский у нас стал вроде, сами знаете, прифронтовой. Вот он, Сад Семенченко, вот он в начале пути, так. И, пожалуйста, сотрудничайте. Набрали Сад Семенченко, и вы в Саду Семенченко. Вот этот момент. И еще, сказать так, уникальный парень, пусть я второй раз говорю, уникальный парень, 20 лет, да, по, это самое, искусствовец, с одной стороны, аккордеон и так далее, художественное отделение, прикладное искусство, преподаватель, художественный, музыкальный, руководитель оркестра. Ну, казалось бы, ну, кто бы знал, что у него речащий талант, когда первое схватывает на лету, вот, вот уже то, что я про эти, я показал у него с фотографией, и как чуть-чуть разжевал, вот эта вот прививка почка, это прививка, значит, капулировка, это лучший капулировок. Вот, вот сейчас он возьмет и по памяти все, целую статью нарисует. Вот, я, вот, у него талант. Поэтому я его желаю, что когда окончится эта так называемая операция, вот, вот, начнет пропагандировать и уже в массовом количестве эти же самые, вот мой сторонник, 100% значит, телефон, пожалуйста, ничего не боится. Дальше, 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 дальше. Значит, полностью меня поддержал происхождение рисунков на стеклах, силовая каркаса. В общем, получается, он полностью поддержал меня в том, как повел жизнь на земле, и никакая грязная лужа с этими, случайно слипшимися молеками. Вот, вот, это мы меня тоже подкупим. Вот, и я сейчас еще, вот, это самое, чтобы вы поняли, какой человек к нам присоединился. Вот, потому что я хочу, чтобы у них в Харьковском области были друзья, и так, как у меня. Вот, чтобы вся Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан были наши. И его в том числе, вот, я просто скажу то, что пришлось мне по душе, пусть это не совсем обычная учеба, смотрите, не вайте. Значит, и так, поддержал меня в том, как повел жизнь на земле, она появилась специально, молекулы, устраивая заранее уже, имевшиеся биополя, силовая структура и так далее, сейчас не буду, вот. И вдруг, он мне, Железов, который имеет уже и своих сторонников, и своих учеников, и когда-то, ну, может быть, я не успел на русскую премию получить, но это уровень русской премии, вдруг, я просто как бы не прикалываюсь, нет, я восхищаюсь. И вдруг он мне, вначале цитирует меня, а потом пишет, не согласен, что я писал. Никогда, то есть, да, молекулы устраивались готовы в искусственные, созданные, невидимые нам биополя, силовые структуры, лекала, вот. Доказательства я приводил, вот так. А дальше я пишу, вот. То есть, я разгадал, откуда жизнь у вас на Земле. Увы, никогда и никем, вот я пишу, не будет разгадана именно Божья искра, энергия жизни, нарушающая все законы физики, и уже миллиарды лет противоречащая энтропии, тепловой смерти вселенной. Уж это выше через хразум. Вот он пишет, что это, разгадаем. Ну, что ли, Артем, мы его все равно тоже Артема позовем. Так что будем считать, тебе 20 лет, ты тоже выше. Так что я тебя восхищаю с тобой, что ты с этим не согласился, что не будет разгадан. Тебе не понравилось, что не будет, значит, будет. Ну, все. Если ты 20 лет уловил, то уже сотни нюансов, сотни, сотни. Еще будем говорить, еще-еще открывать будем, то, чего наука, к сожалению, или не знает, или самое страшное, что не то, что не знает, а не хочет знать. Допустим, что версия существует – нет. Рассмотреть – нет. То есть самое страшное – не хочет знать. А ты в 20 лет уже, ну что, вручаю тебе будущее садоводства и всего человечества, скажем так. И тогда я вспомнил стихи. Вынес все, что Господь не пошлет. Вынес все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Это про тебя, Артем. Жаль, только жить в эту пору прекрасно. Уж не придется ни мне, ни... Есть еще и тебе не придется. А там будет страшная вещь. Дай Бог, чтобы тебе пришлось. Это уже, простите, без меня. Я сейчас квадратчик выбью. Так, и пойдем дальше. Ну, про конфликт, мягко говоря, я пропускаю все, что он говорил. Он пишет «Садоводство всемерное единое». Он считает, что даже в эту пору мы не просто должны обязаны говорить о садоводстве, а не только от того, с какой стороны больше жертв. Читайте сами. Вот что он пишет. Видеоинформация, знание, которое мы выкладываем, предназначен для тех, кто стремится развиваться. Ясно? Вот так. Что-то... Артем, может, тебе не 20 лет, а 50. Или это уникальный случай. Ну, кто тебя, пока ты будешь развивать, пропагандировать, твоя главная задача теперь, конечно, не на баяне играть, его запутировать, а не оркестром дирижировать. Вот. Вот то, о чем я говорил, у тебя уже три статьи. Мы еще их разберем по косточкам. Три статьи. Мне кажется, что как бы сложилось так, чтобы были бы в наших рядах олигархи, академики, кто бы сказал, вот это Артема берем на заметку. Пусть пропагандируют. Это очень важно. В качестве журналиста, может быть. А потом выйдет на роль ведущего журналиста России. Продолжение следует... Продолжение следует...